На месте будущего греческого парка сейчас идут подготовительные работы. Укладывается плитка, сооружаются подпорные конструкции, забиваются сваи. Вопрос укрепления склона, на котором разместится парк, самый главный и сложный во всем проекте, говорят специалисты. Баланс на сегодняшний день, вот этих грунтовых масс, он немножко нарушен. Это и время, это и вымывы, это и даже в двух уровнях вода, которая здесь находится. Надо в первую очередь делать укрепительные работы. Надо останавливать оползень, надо каким-то образом укреплять стены, которые уже под действием времени, ветра и всего остального потихоньку приходят в негодность. Для остановки подвижек грунта необходимо 700 свай, половину которых уже вбили. Парк ожидает масштабное благоустройство. Его разобьют на три зоны, где разместят огромный фонтан, детскую площадку и музей под открытым небом. Скульптуры, к слову, передаст Министерство культуры Греции. В парке будет несколько входов. Обещают установить и лифт. Проект создания парка предусматривает полное воссоздание легендарного рыбного ресторана. Были рассмотрены разные варианты. Мы подняли архивы, и областные, и архивы, которые находятся в Киеве. И мы нашли проект «Проказка», который был утвержден думой городской еще многие-многие годы там, в каком-то там году. Мы его полностью, он будет восстановлен. Ожидает своего преображения и ныне заброшенный бассейн. По замыслу архитекторов он превратится в современную многофункциональную детскую площадку. Мы используем борта для небольших скалолазанных деталей, переходные вот такие лазалки и бегалки по всему периметру. То есть мы просчитываем сценарий вместе с подрядчиками, которые занимаются только детскими площадками. Они разрабатывают их на безопасность, на интересность, на разную сценарность, на разную возрастность. То есть у нас есть разные возрастные зоны по этой террасе. Вот это батуты, например, для прыгания в них. То есть мы используем ходилки, лазалки, и все наши переходы используются многофункционально. Уделили внимание участники импровизированной инспекции масштабной реконструкции Воронцовской колоннады и дворца. Сейчас в преддверии холодов колоннаду законсервировали, при этом продолжают заливать трещины в фундаменте. Аналогичные работы уже заканчиваются во дворце. Украинская морская партия Сергея Кивалова неоднократно выступала с позицией и шла на выборы, что те наши достопримечательности, которые у нас есть в городе, их надо восстанавливать, их надо сберечь для будущего поколения. Сегодня мы видим те преобразования, которые происходят в городе, и действительно можем порадоваться. В этом году открыт Стамбульский сквер. Мы сейчас видели, какие работы проходят в греческом парке, какие работы проводятся в колоннаде. Действительно, проекты грандиозные, и уже мы видим этапы воплощения их в жизнь. Завершение первого этапа масштабной реконструкции планируется к следующему дню города. Ну а открытие греческого парка ожидается к концу 2018 года. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».